МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Все главные новости узнаете из подробностей. Я Алексей Лихман. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Швейцарский тайник Януковича. Европа дает Украине возможность вернуть награбленное семьей. Воспользуется ли Киев шансом? Убийственная многоходовка. Кто взял на себя ответственность за громкие смерти и стоит ли верить заявлениям неизвестных? Судилище над Савченко. Надежду силой доставили на очередное заседание. Ректорская кормушка. Руководство Черкасского вуза наработало на 5 уголовных дел. Все, что мы хотели знать о деньгах Януковича и его окружения. Швейцария удовлетворила запрос генпрокуратуры. Страна готова рассказать о банковских счетах бывшего окружения, бывшего президента. Это может стать стартом процесса возврата этих денег в Украину, если Украина захочет. Разъяснит Екатерина Лысенко. Швейцария – страна с наиболее надежной, одной из самых старых и крупнейших в мире банковских систем. Страна, где хранят крупные сбережения все, у кого они есть. Бывший президент Янукович тоже прятал здесь накопленное, вместе со своим окружением. И Швейцария стала первой страной, которая заморозила активы Януковича и еще 30 его соратников. Общая сумма порядка 170 миллионов швейцарских франков. А сегодня стало известно, Федеральное ведомство юстиции Швейцарии открывает святая святых данные об этих счетах. Страна готова рассказать, сколько денег и откуда они взялись. Мы решили заморозить активы высокопоставленных чиновников предыдущего режима и передадим Украине документы и доказательства, чтобы они продолжили расследование. У нас есть еще три других запроса о правовой помощи от Украины. Эти запросы не касаются бывшего президента Януковича, они касаются его окружения, но я не могу назвать имен. У нас нет информации о размере денег на счетах, связанных с этим запросом. Швейцария открывает информацию о счетах по поиске ГПУ. И, по сути, это впервые, когда другая страна удовлетворила запрос украинских следователей. Это не первый запрос, который вообще какая-то страна приняла от украинской страны за год. Но Швейцария не повернет деньги, пока тут в Украине не будет вырок суда решения о конфискации. Если говорить о процессе возврата денег в Украину, он не только длинный, но и сложный. Сначала украинские следователи должны установить, кем и сколько было выведено из страны. Потом украинский суд должен вынести решение о конфискации. Далее решение идет в МИД, а тот отправляет его своим коллегам в Швейцарию. Швейцарский МИД отдает дело своим следователям, и швейцарский суд должен вынести решение о возврате денег. Процедура может затянуться на годы. И только потом можно говорить о том, что деньги вернутся в бюджет Украины. Тем не менее, решение швейцарской юстиции показательно. Это пример для других стран, которые теперь смогут предоставить банковскую информацию о бывших и беглых чиновниках. О чьих счетах может идти речь, в Генеральной прокуратуре подробности не рассказывают. Но это банковские счета, которые могут касаться тех, кто сейчас в международном возыске. В том числе Азаров, Арбузов, Клименко, Ставицкий и Курченко Александр Янукович. Их всех подозревают в разворовывании денег. Россия поспешила откреститься от последних громких убийств в Киеве. Их спецслужбы не причастны к убийствам писателя Олеся Бузины и регионала Олега Калашникова. Такое заявление сделал сегодня МИД России. Тем временем, ответственность за оба расстрела взяла на себя некая украинская повстанческая армия. Что стоит за этим признанием, выясняла Ирина Романова. Синий форт с литовскими номерами, из которого стреляли в Олесю Бузину, был слишком приметен, чтобы разъезжать на нем по городу. Автомобиль бросили в нескольких минутах езды. Вот вместо преступления здесь, на улице Жанна Патье. Накануне вечером милиция эвакуировала машину. А вот преступников ищут до сих пор. Правда, с самого утра интернет взорвала новость. Ответственность за убийство журналиста Бузины, а также регионала Калашникова взяла на себя некая украинская повстанческая армия. Об этом на своей страничке в фейсбуке написал поэтолог Владимир Фасенко. Мол, письмо именно такого содержания пришло на его электронную почту. Без каких-либо отсылок на сайты, без имен, без печати и тому подобное. Просто текст. Заява украинской повстанской армии. Что самоубийство Чечетова, Пеклушенко, некоторых других это тоже их дело. То, что они сюда приписали резонансные смерти, которые были раньше, а сообщили об этом только сейчас, это вызывает подозрения. Текст письма Фасенко передал правоохранительным органам и те запретили его распространять в СМИ. Настораживает пиар-эффект. Ставка на пиар-эффект. Вчера перед пресс-конференцией Путина два убийства были совершены. Они сразу же были поставлены в политическую рамку, в политический контекст. И сейчас идет информационное продолжение вот этой кампании. Организация под названием «Украинская повстанческая армия» не существует в природе, уверяет свободовец Юрий Сиротюк. А УПА, воевавший в годы Второй мировой, давно уже нет. ОУН УПАЦа – наиболее скучный бренд в России. Оскільки батальон ОУН тоже воюет на фронте, и ему никого тут бегать за теми, кто прислуживал режиму Януковича, то просто взяли наиболее эксплуатированный образ. Я не задумывал бы, если бы подписали Степан Бандер и Роман Шухевич. Письмо отправили либо психически неуравновешенные личности с синдромом мании величия, либо сработали зарубежные спецслужбы для разгона информационных волн. Это комментарий в Фейсбуке Антона Герайченко, советника министра внутренних дел. А советник главы СБУ Маркиан Лубкевский тоже на Фейсбуке ближе к вечеру обнародовал первые детали расследования. Письмо отправили с помощью сервиса разовых почтовых адресов, размещенного на хостинге компании, которая находится в Германии. Поэтому найти отправителя очень сложно. А лингвистическая экспертиза показала автор письма не носитель украинского языка. Зачем же тогда оно было отправлено? Вот мнение политолога. За задумом тех, кто нацелал церриста, и, тобто, покласти тень на какую-то украинскую мифичную повстанскую армию, сучасную, мается на увазе, про которую никто ничего не слышит. Призвичаете и Украину, и Захид до того, что у нас такие речи, которые раньше были абсолютно неймоверные, происходят, и говорить, что природа этого конфликта это не продолжение агрессии российской, это не диверсионные акты, а это что-то такое, что происходит в Украине, и что, мовляв, властивое Украине. Об убийствах Калашникова и Бузины сегодня заговорил и уполномоченный по правам человека в России долгов. Он отрицает причастность к убийствам российских спецслужб. Об этом вчера говорил советник главы МВД. Сам Аваков прокомментировал происшедшее только сегодня, сказав, что убийства Калашникова и Бузины расследуются со всей тщательностью, и о результатах сразу же узнает общественность. Ирина Романова, Ольга Рыцарь, Геннадий Аникенко, подробности, телеканал Интер. Письмо с угрозами от некой украинской повстанческой армии сегодня получил и оппозиционный блок. В комментариях оппозиционеры просят неизвестных не спамить почту, а правоохранительные органы обратить внимание на этих, так сказать, повстанцев. А вот саму деятельность оппозиционного блока сегодня запретили на Прикарпатье. Такое решение приняли депутаты Ивана Франковского облсовета за 60 из 61 присутствующего. Но вот имеет ли такое решение политическую и юридическую силу, инициаторы в этом уверены. А вот юристы сомневаются, поскольку запретить какую-либо политсилу может только Верховный суд за антигосударственную деятельность. Это политическое и юридическое решение, которое законно аналогичное решение Верховной Рады Украины от лютого 2014 года, которым скасовано президентское повноважение Януковича и оголошены новые президентские выборы. Не вижу, как выполнено это решение. Мы будем направлять на Киев, на Киев, на Киев, на Ивана Франковского облсовета. Барыши на нищей науке. Ректорат рассадник коррупции в Черкасском технологическом университете. Кого обвиняют бывшие преподаватели и студенты знает Станислав Кухарчук. У Карла Яковлевича полувековой педагогический стаж живет в скромной двухкомнатной квартире. Вокруг научные работы, диссертации. Бывший доцент и почетный профессор Черкасского технологического университета показывает трудовую. Говорит, вопрос увольнения решался быстро. Просто не продлили контракт. Меня увидела, решение принято, дерь захлопнула. Я не смог с ней поговорить. Она не захотела со мной говорить. Следом за доцентом Ахрименко под новую метлу попали еще 50 профессоров. Их уволила Тамара Качала. В апреле прошлого года она сменила на посту ректора регионала. До этого 10 лет руководила кафедрой менеджмента. Владимир Чижиков ее бывший подчиненный. Во время министерской проверки в 2012-м он рассказал о несуществующих преподавателях кафедры. Комиссия заведующую оставила. А ему просто не продлили контракт. Это было 10 мертвых душ. Кроме этих 10 мертвых душ, было еще 5 человек из членов родины Качали на этой же кафедре, которая числила. Найрезонантнейший, еще раз повторю, среди них это бывший губернатор Черевко, его сын Черевко. С самого начала ректорской деятельности Тамары Качала университет окутала облако коррупционных скандалов. Еще осенью в прямом эфире местного канала первокурсница Людмила Навроцкая заявила о поборах. Реальные факты, на мою думку, вымогание этих самых богатейных мерзких. Когда нас сгоняют и расскажут, что вот, вы должны заплатить тысячи, там и так далее, або вас не поставили в гуртожиток. Техно-инкубатор, ЧДТУ, это на его рахунок, так? Это громадская организация, насколько я знаю, так? Да. А это еще одно детище ректора, коммерческий колледж. По документам его основатель Свекровь Тамары Качалы. Сейчас здесь учатся 32 студента. Ежегодная оплата – 5000 гривен. Мы не добрали, пали в университет, поступили сюда. Нам сказали, тут 2,5 года, а потом можно поступать в ЧДТУ. А на этой курсе? На третью. Журналист Виктор Борисов давно следит за деятельностью ректора. Уверяет, научной деятельностью там и не пахнет. Майно, викладачів та всі навчальні приладдя державного, высшего навчального закладу. А фактически эти студенты учились в приватном закладе, платили деньги за приватное учение. Связаться с самим ректором нам удалось только по телефону. Сейчас она в командировке. Давайте немного позже, я сейчас не могу говорить. Перезвонить попросила через час, но не через час, не даже через три. Тамара Николаевна трубку не взяла. Множество вопросов к ректору не только у журналистов, преподавателей и студентов. Ее фамилия фигурирует в уголовных производствах. Статьи, подделка документов, штампов и мошенничества. Недавно в университете побывала еще одна министерская проверка. Были обнаружены злоупотребления или нет, пока неизвестно. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко и Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер, Черкассы. Не закрывает глаза на подобные истории. Истории помасштабнее Европа. Полный провал кампаний правительства по борьбе с коррупцией. Вот причина того, что украинцам безвизовый режим пока не светит. Об этом написал на своей странице в фейсбуке Сергей Лещенко. Нардеп пишет. На днях общался с представителем Министерства внутренних дел одной из стран ЕС. Вывод неутешительный. Украина не получит безвизовый режим на саммите Восточного партнерства в Риге. Все из-за неэффективной борьбы с коррупцией в Украине. О коррупции еще поговорим. У нас припасена одна громкая и недешевая история. Во второй части выпуска расскажем, какие деньги заколачивали николаевские чиновники на нежелающих идти в зону АТО. Дождитесь. А пока о тех, кто прикрывает своей спиной и уклонистов и нечестных на руку военкомов. Последние новости с Востока. Сегодня там было непросто. Боевики продолжают провокации по всей линии соприкосновения. Под обстрелами был, в частности, поселок Пески. Вот последние новости оттуда. Перестрелки из автоматов и минометов в Песках не утихают. Линии огня здесь уже везде. Дома все в дырах от снарядов. Чтобы приблизиться к наблюдательному пункту, приходится передвигаться под стенкой. Везде пули. Везде стреляют. С любой стороны могут пули прилететь. Взрывы и тяжелые. Гранатометы, все бывает. Последний обстрел не выдержала местная церковь. Еще на Пасху начали бить. Вчера по наводке из танков боевики снесли купола. Ребята, говорят, сами чудом уцелели. Танки, БМП и минометы почти в километре от позиций армейцев. Дальше видно ихнюю позицию. То есть, именно укреп. Там зарытый БТР. То есть, они на нем подъезжают. Вот сейчас оттуда ведется огонь. А вот самих боевиков не увидишь. Боятся приближаться. На укрепление своих позиций бросают гражданских. У них в основном гражданские копают. То есть, гражданские? Ну, гражданские люди. Те, которые там не попадают в комендатуру, в комендантский час. Те, которые не попали или пьяные. Ну, вот их сюда, на передовую копать траншеи. После вчерашней неудачной атаки сегодня, говорят, военные относительно тихо. Из радиоперехвата стало известно. Боевикам ставили задачу оборону прорвать. Из список хоть и вышли добровольческие батальоны, их позиции заняли военные. Так что разговоры об отступлении окружений здесь называют провокацией. Вопрос там для того, что готовится где-то территория сдачи, не сдачи, оно не стоит. Мы готовы и к наступлению, к возможному наступлению, мы тоже самое готовы. Для этого у нас все есть. Ольга Клюева, Ирина Баглай, Андрей Костюк, подробности телеканал Интер. Эти кадры из сюжета мы получили от моей коллеги Ирины Баглай. Она сегодня работала в районе Песок. Сейчас мы можем пообщаться с ней по телефону. Ира, здравствуй. Мы ждем от тебя последнюю информацию вот к этому часу. Пожалуйста. Да, Леша, вот сейчас мы находимся в Песках. Действительно здесь перебои со связью. Хочу в первую очередь сказать, что на данный момент артиллерия противника молчит. Боевики простреливают Пески из АГСов, из стрелкового оружия, и сейчас ведется огонь. И целый день сегодня вдоль Песок периодически выдвигается вражеское БМВ. БМВ и также открывает огонь. Хорошая новость, что сегодня обошлось без потерь среди военных. На танковую атаку боевики сегодня не решились, хотя ее ожидали. Но напряжение здесь сохраняется. Кстати, вот эти перебои со связью, это один из признаков у военных, что обстрелы готовятся. Таким образом, это боевики глушат сигнал. И мы сейчас по-прежнему остаемся в Песках, ну и сегодня проведем эту ночь и, надеюсь, встретим тихий рассвет. Алексей. Будем надеяться. Ирочка, спасибо тебе огромное за работу. Это была Ирина Баглай с последними новостями из-под Песок. Обстреливают боевики позиции украинских военных не только там, но и возле Водянова и Опытного. Это несколько севернее Песок. Там сейчас Геннадий Вивденко. Вот какие кадры и новости он нам передал. Что-то критическое или нет? Это фланг украинской обороны в районе Песок. Здесь воюют одни из самых закаленных бойцов украинской армии. Бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона были, наверное, последними, кто вышел из развалин Донецкого аэропорта. Ну и сейчас они продолжают пребывать на позициях, в самых горячих точках. Например, на вот этой позиции с гордым названием «В***». С ноября батальон участвует в боях вблизи Донецка. Начиная с воскресенья, шестой день подряд, 90-й под огнем вражеской артиллерии. Боевики активно бьют по нашим траншеям, не чураясь любого калибра. Да здесь видно, по деревьям можете посмотреть постоянно, над головой. Воронки все, и АГС, и мины хватает. Батальон успел пройти усиленную подготовку осенью. Бойцы говорят, отлично знают друг друга, так они объясняют относительно небольшие потери в своих рядах. Хотя вот уже пятый месяц находится в настоящем аду. Киборг и санинструктор Костя был практически последним, кто вышел из нового терминала Донецкого аэропорта в ночь с 20 на 21 января. После продолжительных боев, когда терминал превратился в настоящие руины, Костя шел с последними защитниками по взлетной полосе, которая массированно простреливалась врагом. Ненависти, страха, такого нет. Для себя я вынес это, да, произошла переоценка ценностей, я решил, что я буду жить, буду жить долго и счастливо. У меня прекрасная жена, у меня дом полная чаша, и хотя бы ради этого стоит. Санинструкторы вспоминают как шутку, прямо из терминала вызывали милицию, пожарных и такси в аэропорт. Вспоминают товарищей, которые бросили бизнес и служат в батальоне, воюют за родину. В Киеве две строительных фирмы, а он член обслуги в Гаубице. Мы все мобилизованы, но 80% людей, которые сами пришли в военкомат, по каким-то причинам. Сейчас Костя с товарищами из медсанчасти батальона доволен, что хоть несколько дней у него нет привычной армейской работы, хотя его товарищи на передовой ведут бой с агрессорами почти каждый день. 120 героев батальона представлены государственным наградам, пока их не получили. С трепетом демонстрируют флаги и детские рисунки, подарок от 76-й киевской школы. Геннадий Вивденко, Вадим Римун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Геннадий Вивденко с нами на связи. Гена, здравствуй. Мы посмотрели сюжет. Спасибо тебе за работу. Что изменилось к этому часу? Итак, Алексей, что еще происходит на других участках фронта в Донецком и Луганском направлениях? Враг стал вести себя куда агрессивнее. Вот наиболее интенсивно сегодня обстреливаются украинские позиции в районе Авдеевки. Применялись танки, 122-мм гаубицы и минометы. Кроме того, противник активизировался в Луганской области. Сегодня украинские позиции в районе Станицы Луганской и поселка Сизово были обстреляны из минометов. Помимо всего, противник продолжает давление в районе поселка Крымская. Это трасса Бахмутка на автотрассе Луганск-Лисичанск. Там применялись автоматические гранатометы. Ну и помимо всего, стоит отметить, в прифронтовой и фронтовой зоне сегодня опять случился ленинопад. В Краматорске при стечении полутора тысяч активистов был демонтирован памятник Ленину. Напомню, он был до этого несколько месяцев простоял разрисованный в национальные цвета. И вот сегодня он был демонтирован. Иначе в станицу Луганской, это уже фронтовая зона, внезапно жители обнаружили памятник упавшим сегодня утром. Он также был до этого разрисован в национальные цвета. И вот он лежал около пьедестала сегодня утром. Так его обнаружили. Алексей, на этом пока все. Спасибо, Гена, за информацию. Это был Геннадий Вивденко. Мой коллега продолжает свою работу в зоне АТО. Как прошли сутки на оккупированных территориях? Об этом нам изо дня в день рассказывают местные жители. Давайте послушаем последние новости от них. Сегодня очень сильно стреляли. Слышно было, в принципе, наверное, по всему городу, я думаю. Я была на кварталах, было слышно на южных. В центре было слышно так, что аж около трясутся. Резко изменилась ситуация в информационном плане. Всю информацию мы черпали из газет, которые здесь выходили. То сейчас вся информация у нас на рекламных счетах подъездах. Надо что-то, нужен какой-то мастер. Читай объявления. Очень много людей без работы, мужчин. Вот в этой пенсии на дому от ДНР приостановлены. Люди, которые дома являются немощными, больными, не переоформляли пенсию на территории Украины по той причине, что просто не могли. Они по-прежнему не получают пенсии, потому что на дом не приносят. А те, кто может и в силах стоять, выставить целыми сутками под банком ДНР, тем часто удается получать и вторую пенсию от Украины. В аптеках нет. Банальность веков, в частности, аналогии на подменниках. Неглаз, у нас запрещено валютное операция, обмена гривны на рубль и рубля на гривны обратно. Техники у нас ездит очень много. Все больше и больше в обиходе появляется рубля. У меня жена с ребенком, детская площадка. Там метров 20 расположены боевики. Ну, бывает, я не знаю, может, оружие там они обстреливают, я не знаю, как это назвать. Что происходит на Мариупольском направлении? Мы об этом узнаем уже совсем скоро. Сейчас устанавливаем связь с нашей журналисткой Эльиной Сеидбулаевой. И чуть позже она расскажет последние новости из сектора М. Надежда Савченко снова побывала в московском суде недобровольно. Чего требовали адвокаты и что решили судьи из Масманного суда, передает Вениамин Трубачев. Надежду Савченко привезли в Басманный суд в 11 часов утра. Ее сопровождало больше 10 конвоиров с оружием. Савченко была одета в костюм с национальными мотивами, белую вышиванку и юбку. Сказала, что не прекратит бороться и поделилась впечатлениями о вчерашней прямой линии Путина с народом. Ей разрешили посмотреть трансляцию. Вы живете, как в часы НКВД. Не можно говорить. Я, напевно, тут самая вольная людина, не смотря на эту клетку, в которой я сиду. Я хочу задать вопрос. В России президент, он вообще дурак или подлюк? Потому что, если он сам верит в то, что россиянам хорошо живется, то он дурак. Может, добрый, но дурак. А вот если он хочет, чтобы россияне в это верили, то он подлюк. Сегодня суд рассматривал жалобу адвокатов. Защитники Надежды настаивают, что уголовное преследование должно быть прекращено в связи с избранием ее членом ПАСЭ. Известно, что делегаты обладают дипломатическим иммунитетом. Но в очередной раз оказалось, что российским судьям закон не писан. Они решили Савченко оставить под стражей. Они держат такую позицию, что расследовать дело Савченко и держать ее под стражей они будут столько, сколько им залога рассудится. Что, конечно, неправильно. Когда Савченко выводили из зала, она крикнула журналистам, не надейтесь на справедливый суд в России. Похоже, это утверждение касается и другого украинского арестанта Олега Сенцова. Его обвиняют в террористической деятельности. Сейчас стартовала международная кампания в поддержку режиссера. По сути, это видеоинтервью со всемирно известными кинематографистами, которые просят отпустить Сенцова и прекратить незаконно его удерживать. Я подписал письмо в поддержку Олега. Здравый смысл подсказывает, этот человек невиновен. Я бы хотел увидеть Олега на свободе и, надеюсь, это скоро произойдет. Кроме Кшиштофа Занусси, видеообращение уже записали Агнешко Холланд, Павел Бардин, Борис Хлебников и другие. А также российский кинорежиссер Аскольд Куров снимает документальные фильмы о Сенцове. Правда, когда кино можно будет увидеть, еще неизвестно. Вениамин Трубачев и Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Москва. В Украину приехали натовские военные. Будут тренировать наших нацгвардейцев. Как действовать в боевых условиях? Маневры пройдут на Явревском полигоне во Львовской области. 300 десантников из США пребывали в обстановке строжайшей секретности. Обучение пройдут около 900 бойцов из Украины, Тайскива, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивана Франковска и Винницы. Тренировки займут около полугода. После чего украинские нацгвардейцы и американские военные проведут совместные маневры. Начнутся учения в понедельник. И на прибытие американских инструкторов уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, их присутствие не способствует урегулированию конфликта и формированию благоприятной атмосферы. Кстати, не успели американские военные ступить на украинскую землю, как о них уже придумали криминальную легенду. Российские, понятное дело, информационные сайты сообщают жуткую новость. Якобы в Киеве четверо американских военных изнасиловали двоих девочек 12 и 13 лет. А когда милиция пыталась задержать солдат в одном из киевских ресторанов, сотрудники СБУ даже приказали их отпустить. Мол, имеют полный иммунитет от уголовного преследования. Вот только все российские информагентства ссылаются на некий ресурс, его название «Русская сила». Эту информацию на первоисточнике нам найти не удалось. Страница целый день была недоступна. Продолжаем подробности. И во второй части выпуска вы узнаете еще много важного и интересного. Гостиница на святом месте. Киевляне защищают зону Софии Киевской от застройщиков-захватчиков. Бизнес в клеточку. Готова ли Украина отдать тюрьмы в частные руки? Навар на уклонистах. Как в Николаевской области трое чиновников нагревали руки на АТО. Жители столицы требуют вернуть городу земли архитектурного заповедника. История началась давно. Еще 8 лет назад четверть гектара охранной зоны ансамбля Софии Киевской продали частной компанией под строительство гостиницы. Все эти годы здесь была всего лишь свалка. Но год назад местные жители своими силами разбили на этом месте сквер Небесной сотни. О противостоянии киевлян с земельными захватчиками Елена Митясова. Здесь был ужас. Здесь крысы бегали. 10 камазов мусора вывезли отсюда. 10. Сердце столицы – одна из старейших улиц Киева Михайловская. 8 лет назад здесь, во дворике, частная компания купила четверть гектара исторической земли охранной зоны ансамбля Софии Киевской. Поставила забор и хотела построить гостиницу на 8 этажей с подземным паркингом. Но все закончилось так и не начавшись. Территория поросла бурьяном и стала обителью для бомжей. Искали владельцев этой земли, чтобы вообще хотя бы облагородить ее. И потому что территория была занята, но никто не выходил на контакт. Елена живет в доме напротив. Показывает красоту, которую вместе с соседями и родственниками героев Небесной сотни навели на месте стройки. Цветы, детская площадка, даже деревья украсили писанками. А сам сквер назвали в честь героев Небесной сотни. Разбирать строительный забор начали ребята с Майдана, которые искали что-то для укрепления баррикад. Чтобы сквер легализировали, написали два заявления в прокуратуру с требованием обжаловать договор купли-продажи заповедной земли и вернуть ее в собственность города. Прокуратура начала суды и все проиграла. При этом, говорят общественники, ни на одно заседание людей не пригласили. Намеренно не привлекались заявители, общественность, потому что все понимали, что сквер Небесной сотни – это известный уже всему Киеву проект. И показывают карты. Они есть в широком доступе, где черным по белому написано, в чьей собственности земля. Проект отельно-офисного здания, который он будет строить. И вот как раз полностью вот эта часть Михайловской площади, она используется в проекте. Вот здесь стоит огромное здание внутри, на месте, в котором сейчас сквер Небесной сотни. Как могли продать гектары историко-культурного значения заповедника Древний Киев? В департаменте земресурсов, горы администрации говорят, все на законных основаниях. Территория, где сейчас разбили сквер, находится в аренде, и изначально предназначалась именно для сквера. А вот под отельный комплекс выделен другой участок. По соседству, говорят, земресурстве. Но где и с какой стороны вокруг одни дома? А вот отчуждена территория была по простой схеме. Киевсовет в 2007-м сначала передал ее в аренду компанию «Укринвестресурс», а позже продал же ей же. А дальше по цепочке. Новый хозяин фирмы «Эмплаза», потом «Гринплаза». Найти учредителей данных предприятий мы не смогли ни телефонов, ни адресов. Хотя есть информация, что сооснователем последней структуры был брат-зятя бывшего экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Елена Митясова, Иван Ермаков, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Куда катится Украина и как ее спасать? Об этом в Запорожье сегодня говорили лидеры оппозиции. Александр Вилкул и Наталья Королевская побывали на комбинате «Запорожь-сталь». По их мнению, восстановление экономического и промышленного потенциала Украины – вот одна из приоритетных задач, которую поставила перед собой оппозиция. Власть вообще не занимается вопросами производства, вопросами промышленности. Оппозиционный блок, внеся в парламент пакет законопроектов о поддержке отечественной промышленности, отечественной экономики, будет делать все для того, чтобы сохранить рабочие места и создать новое. А в правительстве задумали бизнес на наказании. В Украине могут появиться частные тюрьмы. Это как в США или Великобритании, например. А что это такое? И почему наши правозащитники против? Смотрим в сюжете. Посидеть по блату. У украинских заключенных может появиться возможность отбывать сроки в частных тюрьмах. Может быть, мы проэкспериментируем, и у нас будет еще и система частных тюрьм. Содержание одного заключенного в частной тюрьме стоит меньше бюджету. Правда, больше деталей Гея Гецадзе не раскрыл. Бывший глава пенитенциарной службы Сергей Старенький заверяет, речь идет лишь о том, что заключенные смогут работать на различные компании, а вовсе не сидеть в камерах у частных предпринимателей. Охрана осуществляется государственно. А вот воспитательные функции, производственные функции берет на себя какое-то производство. Возможно, это автомобильный концерн, как в Америке. Или, возможно, это какое-то сельскохозяйственное предприятие, как в Великобритании. Но в Украине пока что нет даже необходимого законодательства. Такая система уже много лет работает в США, Канаде, Австралии. В Великобритании в коммерческих тюрьмах сидит каждый десятый заключенный. Охрана там тоже частная. Государство только проверяет. За нарушения предпринимателей серьезно штрафуют. Так что там заинтересованы, чтобы заключенные были здоровы, сыты и достойно зарабатывали. Но в последние годы в Британии все больше противников такого бизнеса. Частные тюрьмы переполнены. В них большой уровень нападений и самоувечия. Они не обязаны быть настолько открытыми и прозрачными, как государственные. С 2012-го мы приостановили создание новых таких тюрем. Возможных последствий такого новшества в Украине правозащитники уже опасаются. Ведь и без того мы в лидерах по нарушению прав заключенных. Сначала нужно реформировать саму систему. Уволить коррумпированных чиновников. Обучить новый персонал. У нас нет механизмов надежных проверки соблюдения прав человека в местах лишения свободы. И поэтому есть очень большой риск, что они там будут нарушаться. Это поиски удобного зарабатывания денег. Не исключено, что не всегда совершенно честного. Речь может идти о миллионах долларов. И в чьи карманы они пойдут – большой вопрос. Алексей Пшимыский, Светлана Чернецкая, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Снова о взяточничестве в военкомате. На этот раз в Николаеве. В прокуратуре заявили, что задержали военкома и его подельника-адвоката. Сколько брали суклонистов и все ли подозреваемые задержаны? Кирилл Ющишин выяснял. Скандал разразился вокруг самого большого в Николаеве военкомата центрального района. Детали исследователи не разглашают. Говорят лишь, что поймали с поличным двоих подозреваемых. Два факти на сегодняшний день задокументованы. Затримано двух человек. Посередника, который сприял у передачи грошовых денег, и одного из участников. Один из участников – военком, а второй – посредник – местный адвокат. Именно он, по словам представителей прокуратуры, принес деньги, откосящего от армии призывника. Из собственных источников нам удалось узнать некоторые подробности задержания. Якобы белый конверт, где лежало 2100 долларов, оперативники нашли под столом у военкома. Он и адвокат должны были поделить эти деньги пополам. В то же время в областном комиссариате, куда мы обратились за комментарием, нас заверили, что на сегодняшний день никто из сотрудников военкомата не задержан. И вообще, этот комиссариат – один из самых образцовых в стране. Центральный Миколаевский районный военкомиссариат призвал, больше всего военнослужащих обязанных, долагал в Збройные силы Украины под час мобилизации. Как районный военкомиссариат. Никакого такого военкомиссариата в Украине, в той количестве, которую подав Центральный Миколаевский, военкомиссариат нет. Впрочем, там не отрицают. Следователи приходили в Центральный военкомат, и конверт с валютой был. Но вот только военные говорят, что этот конверт мог подбросить кто угодно из посетителей. Только вопрос, как это можно было сделать незаметно, и почему белый конверт на полу до прихода правоохранителей никто не заметил. Кирилл Вещишин, Богдан Иванов, подробности с телеканал Интер, Николаев. Пока одни косят, другие отправляются на фронт. Очередная рота добровольцев батальона «Сич» уехала в зону АТО. Традиционно пункт отправления аллея Небесной Сотни. Там минутой молчания почтили память боевых товарищей. Уже завтра добровольцы будут в Песках. Для большинства бойцов это уже не первая ротация. Уверяют, воевать нужно не только с оружием в руках. Важно заниматься и просветительской работой. Мы ходим каждый неделю на ВІЧ, и мы есть щит этих людей. Они надеются, что есть батальон «Сич». Бои большинство, кто в Славянске или в Курахово за Украину, это женщины. И они потребуют человеческого плеча. Дуже бы хотелось, чтобы это уже была остальная ротация. Дуже бы хотелось, чтобы вся война завершилась как-то быстрее. Там воюют лучше и лучше. И сейчас, знаете, когда я смотрю в очи хлопцев, помню, когда мы впервые их проводили еще в литку прошлого года, и это были не обстреляны, не совсем исследовательные в войске, в праве патриотов, которые прошли Майдан, и которые, в связи, шли захищать украинскую державу. Сегодня это уже абсолютно исследовательные люди. Что ждет добровольцев на фронте? Продолжаем отслеживать новости с передовой. С нами на связи Эльвина Сеидбулаева. Эля, здравствуй. Ты на Мариупольском направлении находишься. Сегодня там, в районе Широкино, прошла встреча трехсторонней контактной группы по прекращению огня. Скажи, это снизило интенсивность обстрелов или нет? Да, Леша, вот сейчас в самом городе на окраинах тишина. Днем, время от времени были слышны провокационные стрельбы. Наши же в ответ огонь не открывают, придерживаются минских договоренностей. Побывали недалеко от Широкино. Наши солдаты говорят, тут постоянно работает вражеский снайпер, профессионал. Крупным калибром бьет. Голову так высовывали, даже и днем, это вообще нереально. А ночью высовывали голову с тепловизором. То пуля пролетала, в общем, метров 15. Выгляните, вот первые дома, это Широкино. Это буквально тут сколько? Метров 500, 400. Только особо не выглядываете. В ОБСЕ приезжают, они молчат в основном. Широкино видели, как на ладони, поселок не узнать, похож на мертвую зону. Крыша разбита от тяжелой артиллерии боевиков, выбиты окна, улицы, воронок от мин. Однако там все еще находятся мирные люди, хотят уехать. И украинские военные готовы им помочь. В поселке наши военные наблюдают пророссийских боевиков. Там есть и местные сепаратисты, которые боевики используют как пушечное мясо. Есть пару домов, где у них по несколько человек постоянно пробегают, меняют своих людей на смотровые посты, наблюдают за нами. А так вроде сегодня спокойно, не стреляют пока что. Но еще не вечер. До вечера в Широкино работала трехсторонняя контактная группа по прекращению огня. Там были украинские и российские военные представители, так называемый ДНР. Встреча проходила в присутствии ОБСЕ. Говорили о демилитаризации поселка. Это означает, что стороны должны отвести вооружение калибром меньше 100 мм. Украинская сторона готова к такому шагу, только когда там настанет тишина. Это полное прекращение огня в течение определенного времени. Впрочем, бойцы полка АЗОВ, которые находятся там, находятся под ежедневным обстрелом боевиков, призвали генштаб не оставлять поселок без присмотра военных, так как это фактически потеря еще одного участка украинской территории. Алексей. Спасибо, Эля. Это была Эльвина Сейдбулаева, моя коллега, уже которую неделю работает на Мариупольском направлении. Израиль закрывает свое подземное пространство. На границе с сектором газа военные начали установку абсолютно новой системы, которая поможет обнаружить тоннели террористов. В чем заключается очередное израильское ноу-хау, расскажет Сергей Ауслендер. Похожий период относительного спокойствия после летней войны в Газе заканчивается. Ее основной причиной, я напомню, стали тоннели, прорытые террористами на израильскую территорию. Сейчас армия начинает развертывание системы раннего обнаружения тоннелей. На границе установят датчики, информация с которых будет поступать в командные центры. Там ее обработают компьютеры. Основное достоинство системы – это сложные программные алгоритмы, которые позволят отделять естественные шумы от шумов, характерных для подземных работ. Таким образом, будет сведено к минимуму количество ложных тревог. Практически это подземная стена на очень большую глубину. Естественно, мы будем говорить на сколько. Которая системой сенсоров, разных сенсоров, не только сейсмических, но и очень различных. Даже те сенсоры, которые обнаруживают электричество и другие составные постройки туннеля, вот эти вот сенсоры внедряются под землю и практически создается подземный забор. Пока система будет работать в тестовом режиме, ее установят на некоторых участках границы, наиболее угрожаемых направлениях. На остальное, увы, пока нет бюджета. Он не утвержден из-за того, что до сих пор не сформировано правительство. Одновременно с этим армия начинает готовить специальные подразделения. Для так называемой подземной войны уже построен новый специальный учебный центр. Все эти меры принимают не зря. Разведка докладывает, что Хамас спешно восстанавливает свою разрушенную подземную инфраструктуру и прокладывает новые тоннели. Причем активно использует промышленное проходческое оборудование и тяжелую технику. Кроме того, Хамас резко увеличил производство ракет малой дальности, по всей видимости, убедившись во время войны в высокой эффективности системы «Железный купол», исламисты во время следующего конфликта надеются пробить этот зонтик ПВО с помощью массированных ракетных залпов. Но Израиль тоже увеличивает свой боевой потенциал. Буквально накануне первая группа израильских летчиков приступила к тренировкам на симуляторах F-35. Эти сверхсовременные боевые самолеты в ближайшее время поступят на вооружение израильских ВВС из Соединенных Штатов. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер», «Израиль». Как годовалая всего лишь австралийка сколачивает уже неплохое состояние. Где возраст родом не помеха и конфуз на военных учениях в России. Все это в нашем обзоре. Нештатная ситуация на учениях ракетных войск в России. Военные запустили снаряд, который сначала взмыл воздух, но через несколько секунд с грохотом рухнул на землю. На полигоне началась паника, солдаты бросились в рассыпную. В итоге, похоже, никто не пострадал. Министерство обороны России об этом инциденте умалчивает. Предполагает, запускали ракету с установки С-300. Один такой снаряд стоит миллион долларов. Где точно произошел конфуз, пока неизвестно. Сейчас учения ракетных войск в Федерации проходят в Иркутской и Оренбургской областях. А вот НАСА успешно испытала космический автомобиль. Ученые верят, в будущем вот такие двухместные баги будут бороздить поверхность Луны или Марса. Электромобиль оснащен колесами-модулями, которые вращаются на 180 градусов. С их помощью машина становится сверхпроходимой и маневренной. Тестировали космические баги на обычной трассе недалеко от полигона НАСА. Машина может разгоняться до 70 километров в час. Кинобум планетарного масштаба. Японская авиакомпания разукрасила свой пассажирский лайнер в цвета робота R2-D2 из фильма «Звездные войны». Также на борту Боинга красуется название киносаги. В первый рейс необычный самолет отправится осенью. Презентация лайнера совпала с выходом трейлера к седьмой части «Звездных войн». Всего за один день этот рекламный ролик посмотрели в сети 18 миллионов человек. Годовалая австралийка Милли Белль Даймунд – новая звезда интернета. Всего за одно фото девочки, которые родители публикуют в Инстаграме, рекламодатели платят 250 долларов. А все потому, что у аккаунта малышки в интернете 115 тысяч подписчиков. Милли Белль стала популярной после того, как ее фото украсило обложку глянцевого издания. Теперь миллионы людей следят за новыми нарядами девочки и ее успехами. Немка Аннегрет Рауник готовится установить рекорд. В свои 65 она планирует родить четверню. Если все пройдет нормально, Рауник станет самой возрастной мамой четверых близнецов в мире. Уже сейчас у необычной женщины, учительницы обычной школы в Берлине, 13 детей от пяти разных отцов и семеро внуков. Рауник отважилась на искусственное оплодотворение после того, как дочь попросила о сестричке или братике. Жизнь под микроскопом и без права на ошибку. За Хилари Клинтон следит буквально вся Америка. Злопыхатели ждут ошибок, а симпатизирующие подробности предвыборной программы. И о том, и о другом Дмитрий Еловский из Вашингтона. Еще не прошло и недели с момента, как Хилари Клинтон с помпой заявила о том, что собирается побороться за овальный кабинет Белого дома в следующем году. Вокруг этого кандидата уже столько новостей. Кстати, напомню, что в гонку она включилась по-современному, выложив в интернет свой агитационный ролик с простыми историями простых американцев. И вот журналисты посчитали, что кроме самой Хилари Клинтона видео есть еще 38 человек, 20 из которых женщины. Ну, то есть получается, что это вроде как и есть главные ее избиратели. Но вот журналисты из CNN предупреждают, заигрывание женской аудитории во время всех последних предвыборных кампаний Америки до добра не доводило. Мужчины, ну, как будто обижаются и не голосуют из таких кандидатов. Так что ставка на женщин для Хилари Клинтон может не сработать. Она, конечно, уже давно стала героем всех возможных комедийных шоу. Степа над кандидаткой в субботней юмористической программе идет буквально все рекорды на Ютьюбе. А теперь мы запишем на телефон ваш предвыборный ролик. Смотрите в камеру и будьте естественны. Может быть, чуть помягче? Еще чуть помягче. Нет, может, сильно мягче. Прекрасно. В этом видео есть и Билл Клинтон с неизменным саксофоном. Он, кстати, называет себя первый парень. Ну, как бы в противовес первой леди. Такой первый парень в деревне. Ну, а реальная Хилари отправилась в тур по Америке. Путешествовать она начала с Нью-Йорка, а закончила в штате Айова. Штат, от которого по традиции зависит исход президентских выборов. По дороге она заезжала на заправки, в закусочные. И вот в одной из них случился настоящий конфуз. Хилари там просто не узнали. Ну, над этим, конечно, предстоит поработать команде политтехнологов, которых Хилари сейчас активно рекрутируют. Среди них уже есть даже бывший полицейский из города Нью-Йорка. Он будет отвечать за финансовую безопасность всех предвыборных фондов. И уже есть громкое заявление от Хилари. Она за то, чтобы гей-браки были узаконены на уровне Конституции. В 2008 году, когда Клинтон уже пробовала выдвигаться в президенты, таких смелых идей она избегала. Сейчас призналась, была не права. Об однополых браках должно быть написано в главном законе страны. Но это только первые шаги одной из самых влиятельных женщин Америки и вероятного номинанта от демократов в этой предвыборной кампании. Дмитрий Ловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. На этом у нас почти все. Но не забывайте, сразу после подробностей в эфир выходит «Черное зеркало». О чем пойдет речь в сегодняшней программе, нам сейчас расскажет ведущий ток-шоу Евгений Косеев. Евгений, здравствуйте. Вам слово. Приветствую вас, Алексей. Минувшая неделя, во всяком случае, последние ее дни были богаты на всевозможные драматические события. И я очень надеюсь, что мы с вами, Алексей, а я надеюсь, что вы, как всегда, будете помогать сегодня вести мне наше ток-шоу, коснемся хотя бы некоторых из них, в частности громкого, судя по всему, политического убийства писателя и публициста Олеси Бузины. Назначение нового, первого главы Национального антикоррупционного комитета. Выступление Владимира Путина в Москве. И можно ли по этому выступлению судить о том, что что-то может измениться в российской политике в отношении Украины. Продолжающиеся коррупционные скандалы и многое-многое другое. Надеюсь, сегодня будет очень интересно. Я уверен в этом, Евгений, судя по озвученной вами повестке программы. Ну что ж, хорошего эфира. Со зрителями подробностей я прощаюсь абсолютно ненадолго. Всех прошу вас смотреть программу «Черное зеркало», где мы встретимся с вами уже через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин